Как укреплять суставы и связки? Здоровые суставы и связки – залог долголетия любого спортсмена. Соответственно, о профилактике их заболеваний необходимо знать всё. Эти знания позволят избежать различных травм, зачастую возникающих у атлетов, которые, тренируясь, выдерживают физические нагрузки различной тяжести. В будущем такие травмы чреваты хроническими заболеваниями, влияющими на снижение спортивных результатов. Есть способы, позволяющие предотвратить травмы, а также вылечить уже приобретённые. Для этого необходимо воспользоваться специальными препаратами, способствующими укреплению связок и суставов. Начиная их принимать, стоит уточнить, каково же предназначение и функции суставов, и связок. Суставами называют хрящевую ткань, состоящую из теновиальной жидкости, заполняющей полость суставной сумки. Основная их функция – обеспечение плавных движений частей тела. Связки – это ткани, служащие для соединения костей между собой. Какие же существуют методы, способствующие укреплению связок и суставов? Эффективно поддержать их здоровье можно, если своевременно проводить профилактические мероприятия по предотвращению последствий, возникающих при больших физических нагрузках. Лечение обычно протекает сложно. Для восстановления необходимо время, и зачастую, чтобы восстановить их нормальное функционирование, требуется хирургическое вмешательство. Периодические профилактические меры позволят надолго сохранить работоспособность связок и суставов, что, безусловно, повлияет на спортивные достижения. Профилактика включает в себя проведение разминки до начала тренировки и использование укрепляющих добавок. В настоящее время зарекомендовавшими и приносящие небольшой эффект добавками являются хондроитин сульфат. Его вырабатывает крючевая ткань сустава. Является компонентом синавиальной жидкости. Глюкозамин сульфат. Компонент, входящий в хондроитин сульфат. Его нехватка в синавиальной жидкости вызывает дефицит хондроитина. Это снижает ее качество и появляется хруст при движении. В связи с этим в добавках почти всегда содержатся такие компоненты, как хондроитин и глюкозамин сульфат. Коллаген является основным компонентом соединительных тканей. Он оказывает благотворное влияние на кожу. Кальций и витамин D чаще всего принимают одновременно, так как последний способствует быстрому усвоению кальция. Нехватка витамина D провоцирует воспалительный процесс и различные виды расстройств. Помимо перечисленных основных компонентов, добавки, способствующие укреплению связок и суставов, могут содержать Метилсульфанилметан или МСМ служит лишь для уменьшения болезненных ощущений и воспалений. Он никак не сказывается на процессе восстановления. Жиры омега-3, позволяющие улучшить функцию подвижности сустава и улучшающий восстановительный процесс. Они также облегчают боли. Акуль и хрящ, довольно часто используемые в добавках, одновременно содержат коллаген, кальций и глюкозамин. Но более эффективным использованием данных компонентов будет, если применять их по отдельности. Витамины В, С и Е и минералы несущественно воздействуют на восстановительный процесс. Мероприятия, позволяющие укрепить связки и суставы, следует проводить от 2 до 3 раз в год, в течение 1 либо 3 месяцев. Продолжительность курса зависит от нагрузки и состояния пациента. Эти мероприятия обязательно должны включать применение препаратов с хондроитином и глюкозаминсульфатом. Не лишним будет использование омега-3, коллагена, витаминов и минералов. Можно применять комбинацию вышеперечисленных компонентов, подобрав конкретно для себя оптимальный профилактический курс. Глюкозаминсульфат и хондроитин необходимо принимать в течение месяца, чтобы ощутить их действия, так как они обладают кумулятивными свойствами. Если связки и суставы находятся в запущенном состоянии, необходимо не только добавки, но и специальные гимнастические упражнения. Также стоит временно ограничить нагрузки на больные суставы и связки. Будьте уверены, все получится. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok